Всем привет! Меня удивила вчерашняя новость первого канала. В обиденное время показывали репортаж про открытие Крымского моста. И вообще, как это все происходило. Но вот что меня больше всего огорчило, что они сделали... Они указали своему репортаже информацию о том, что зарубежные СМИ, такие как газета Le Monde французская, которая основана в 1940-м каком-то году, по-моему, если же, может быть, в 50-м году, и вот в этой газете, которая выходит ежедневно, написали статью, посвященную тоже Крымскому мосту. Но, конечно же, наши российские СМИ, они просто... Что сделали? Они взяли выжимку из данной статьи и указали, что даже при таком натиске политических санкций и всяческое давление со стороны других стран оказывало давление на Россию, все равно Россия сумела построить вот такой вот мост, самый протяженный на территории Европы. Но они почему-то вот именно взяли какую-то определенную выжимку. Вообще, я думаю, что если бы Le Monde не писала бы вот именно вот этот момент, они бы вообще никаким образом ее бы не цитировали. Потому что я вот вам оставлю ссылку. Вот здесь вот будет видео идти о том, как первый канал показывает именно... В мировых СМИ крупнейшие зарубежные издания публикуют статьи, в которых называют окончание строительства геополитической победой и достижением инженерной мысли. Многие отмечают сложность реализованного проекта. Французская Le Monde пишет. Остров Тузла – настоящий вызов комплексному проектированию. Следовало учитывать сейсмическую активность на подступах к Керченскому проливу. На его дне таились археологические реликвии и мины времен Второй мировой войны. Такие технические условия могли отпугнуть какого угодно подрядчика. Тем не менее, Крымский мост вышел из воды в рекордные сроки, чтобы удовлетворить как практические, так и геополитические нужды. Вы увидите, какой там большой объем статьи. Я думаю, что если вы берете выжимку, то надо вообще и говорить о том, кто строил этот завод. Там в этой статье написано, что Рутенберг, который является лучшим другом Путина, и то, что именно он получил подряд и показал власти, силу Российской Федерации, что вообще можно построить такой мост грандиозный. Россия неправильно поступила, что вторглась на территорию Крыма, которая является территорией Украины. Поэтому смотрите, все ссылки будут в описании. Можете сами самостоятельно изучить и перевести данную статью. Увидите, что Первый канал не всегда все говорит и договаривает, а использует только тот материал, в котором он более сам заинтересован. И если, например, вы смотрите телевизор и смотрите какой-то репортаж, где телеканал и журналист ссылаются на какой-то определенный источник информации, то заходите на этот сайт. Вы можете прочитать эту статью, перевести эту статью и понять, что же на самом деле. Я обратил внимание, когда я читал эту статью на Лимон, я увидел статью про Навального, при этом, что европейские СМИ, причем такие хорошие, известные СМИ, они как-то освещают эти новости. Почему-то же в России российские газеты, федеральные каналы, Навального вообще не хотят о нем что-либо говорить и как-то придавать этому огласки. Ну вот у меня такое получилось видео, если вам оно понравилось, ставь лайк, если не понравилось, ставь дизлайк. Также пиши в комментариях, что ты думаешь по поводу российских СМИ, читаешь ли ты зарубежные СМИ каким-либо образом, через интернет, может быть тебе кто-то рекомендует из друзей твоих. Также не забудь подписаться на канал, нажми колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеоролик. Ну у меня на этом все, всем пока.